На минувшей неделе случилось... Да что там случилось? Бабахнула, контузив абсолютно всех, оглушительная премьера Toyota Land Cruiser 300. О новом любимце бизнесменов и губернаторов вы обязательно услышите из каждого утюга и соковыжималки, но мы подготовили первый видеообзор долгожданной трехсотки. Чтобы снизить кумулятивный эффект от тойотовской бомбардировки, конкуренты Chevrolet и Cadillac поспешили вывести на рынок новейшие Tahoe и Escalade соответственно. Пока одни делают, другие только обсуждают. Это мы сейчас про УАЗ, который вновь пообещал большое обновление Патриота. Теперь через пару лет. У КамАЗа дела идут шустрее. Грузовой автогигант готовит городской грузовичок и на контрасте карьерный самосвал. За моей спиной Toyota Land Cruiser 300. Долгожданное новое поколение. Это действительно абсолютно новая машина, которая наполнилась алюминием, избавилась от восьмицилиндровых двигателей, но при этом умудрилась сохранить и массу, и все габаритные размеры. Слухи пророчили новые трехсотки, отказ от рамы, честного полного привода и даже гибридный двигатель. К счастью, для поклонников модели ничего из этого не сбылось. Более того, по формату и габаритам новинка повторяет двухсотую серию. Главное техническое отличие нового Land Cruiser 300 – это, конечно, двигатели. Теперь там не V8, а всего лишь V6. Атмосферных моторов в Гамме нет. На старте российских продаж будет только бензиновая версия. Но дизель не заставит себя ждать. Единственный повод для грусти – мощность не подгоняли под налоговые рамки. Сразу 300 лошадиных сил. Еще интереснее трансмиссия. К обоим моторам прилагается 10-ступенчатый автомат плюс честный полный привод. И никаких муфт. Ветер истерять имидж выносливого внедорожника Land Cruiser никак не мог. Полный привод, конечно же, по-прежнему постоянный. Ключевая новость – появление всех трех блокировок даже в России. Не одной, как раньше была у центра, а всех трех. Само собой, трехсотки перепали абсолютно новые рама и кузов. Пять дверей, передние крылья, капот и дверь багажника – все сделано из алюминия. По сути, остальными остались только задние крылья. Архитектура подвесок не изменилась. Двухрычажка спереди и неразрезной мост сзади. Перепроектирована система подавления кренов и KDSS. Заявлены большие ходы подвесок во внедорожном режиме и лучшая точность рулежки в асфальтовом. Однако гидропневматическая подвеска, которая ставилась на Land Cruiser 200 после рестайлинга, на трехсотый не поместилась. Теперь единственный вариант – только пружины. Кстати, клиренс в 23 сантиметра и прочие параметры геометрической проходимости не поменялись. Внутри внедорожник сохранил монументальный стиль, хотя эргономика встала на ступень или даже на две выше. А вот оценить качество отделочных материалов пока нельзя. Журналистам выкатили предсерийный образец. Цены будут объявлены позже, ближе к старту продаж, который ожидается летом. Но тойотовцы аккуратно намекают, что базовый трехсотый будет стоить как хорошо оснащенный двухсотый, то есть больше шести миллионов рублей. Еще больше подробностей о новом Land Cruiser 300 мы расскажем в программе «Своими глазами» 18 июня в 20.45 на телеканале Автоплюс. Здоровую конкуренцию Land Cruiser должен создать внедорожник Chevrolet Tahoe нового поколения, который после полуторагодовой паузы добрался до России. Старт продаж назначен на 1 июля, но дилеры готовы принять заказ прямо сейчас. К нам прибудут автомобили строго американской сборки, при том выбор вариантов, мягко говоря, невелик. Ни длиннобазной модификации Suburban, ни дизельного мотора не будет. А единственная версия получит стандартный для Tahoe бензиновый V8 от дачи около 350 сил. В трансмиссии десятиступенчатый автомат и полный привод, построенный вокруг многодисковой муфты. Зато дополненный честной понижающей передачей. В стандартное оснащение вошли пневматическая подвеска, адаптивные амортизаторы, трехрядный кожаный салон, светодиодная оптика и панорамная крыша. Также покупатель получит продвинутую медиасистему, премиальную акустику, систему автопарковки и самый полный набор электронных ассистентов. За доплату можно заказать раздельные кресла второго ряда, а также пару экранов для задних пассажиров. А еще клиенту дозволено выбрать настроение внедорожника, выбрав комплектацию во внедорожном или спортивном стиле. Они отличаются декором, отделкой салона и некоторыми другими нюансами. Как известно, у Tahoe есть премиальный родственник по имени Cadillac Escalade. И он, что логично, тоже собрался на гастроли по России. При том, в отличие от младшего брата, Escalade'у полагается не только стандартная, но и растянутая модификация ESV. Опять же, дабы подчеркнуть свое положение, Cadillac предложит более мощный V8, хотя трансмиссия здесь ровно такая же, как у Tahoe. Но почему маркетологи сделали пневмоподвеску достоянием лишь самых дорогих комплектаций – загадка. К слову о комплектациях. Их пять, но даже базовая за 7 миллионов 777 тысяч 777 рублей имеет крутую аудиосистему, трехзонный климат-контроль, подогревы сидений, электропривод пятой двери и 22-дюймовые колеса. Отдельного упоминания заслуживает огромный телевизор диагональю аж 38 дюймов, составленный из трех экранов. И напоследок добавим, в новом поколении Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe впервые примерили независимую заднюю подвеску, хотя прежде машины всегда комплектовались неразрезным мостом. Плюс инженеры сотворили полностью новую раму, позволившую понизить уровень пола. А еще оба внедорожника оказались заметно крупнее своих предшественников, поэтому салоны стали заметно просторнее. Ну что, держись, Toyota Land Cruiser 300! И следующая новость тоже касается внедорожников. Обновленный Mitsubishi Pajero Sport представили в России еще в начале марта. Тогда же официальные дилеры приступили к приему заказов на посвежевший внедорожник. Наконец, автомобиль встал на конвейер калужского завода PSMA Rus. Первые машины уже поступили в автосалоны. Обновленный Pajero Sport был хорошо принят публикой. Мы получили довольно много предварительных заказов. Традиционно высоким спросом пользуется дизельный вариант. Хотя в Сибири и Казахстане, за которые мы тоже отвечаем, клиенты активно покупают бензиновый. Мы надеемся, что с выводом рестайлинговой версии продажи модели увеличатся в полтора раза до конца этого года. Сегодня уровень локализации Mitsubishi Pajero Sport достигает 15%. Немного, но японцы намерены наращивать этот показатель, расширяя базу отечественных поставщиков-комплектующих. Пока же в России закупают некоторые пластиковые элементы отделки салона, кузовные панели, сиденья, а также рамы. Их производит завод группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Теперь все модификации внедорожника Mitsubishi Pajero Sport выпускаются в России. Раньше мы производили только дизельные версии. Бензиновые импортировались из Таиланда. Но мы хотим, чтобы все автомобили собирались здесь. Мы хотим быть ближе к рынку, чтобы быстрее реагировать на запросы наших клиентов. Напомним, что плановый рестайлинг не коснулся технической начинки внедорожника. Pajero Sport сохранил силовые агрегаты и полный привод Super Select. Зато освежился его дизайн. Внешний вид обновленного Pajero Sport перекликается с экстерьером пикапа L200. Японцы пересмотрели оптику, радиаторную решетку, бамперы, колесные диски. Что же до интерьера, то в салоне прописались улучшенные материалы отделки, электронная панель приборов и новый 8-дюймовый экран мультимедиа. Сегодня Pajero Sport предлагается в России в четырех комплектациях. За базовую с дизельным мотором, механической коробкой и минимальным набором опций дилеры просят 2 миллиона 929 тысяч рублей. От внедорожников к кроссоверам. Компактный паркетник Peugeot 2008, по формату напоминающий Крету и Корок, вышел на российский рынок полгода назад. Понятно, что при цене сильно выше полутора миллионов рублей за стасильную машину на механике, этот француз пользуется, мягко говоря, ограниченным спросом. Однако представительство марки старается повысить популярность кроссовера всеми возможными способами. В том числе путем расширения моторной гаммы, куда до этого входили лишь турбо-тройки на 100 и 130 сил. Благодаря другому нагнетателю из моторчика объемом 1,2 литра удалось выжать уже 150 сил, при том компаньоном ему выступил восьмиступенчатый автомат i-Syn. Сюда бы еще полный привод, но это, увы, не сбыточные фантазии. Французская платформа не поддерживает схему 4 на 4. В России мощный 2008-й решено продавать по цене от 2 миллионов 229 тысяч рублей. В единственную комплектацию включены полностью светодиодная оптика, богатый набор ассистентов, электронная имитация блокировки дифференциала и многое другое. У Киа на повышение пошел Соренто. На старте продаж ему отрядили лишь рядные четверки, бензиновую и дизельную, а сейчас модели пришло примерить статусный V6. Это тот самый атмосферный бензиновый мотор, что ставился на прошлое поколение модели. К шестерке прилагаются восьмидиапазонный автомат и полный привод, но просят за такой комплект без малого 3 миллиона рублей, то есть на 250 тысяч больше, чем стоит хорошо упакованная 4-цилиндровая версия на бензине. С шестью цилиндрами под капотом Соренто может разогнаться до сотни за 8 секунд, а его максимальная скорость возрастает до 210 километров в час. Хотя дизельный кроссовер будет лишь немного медленнее, зато сильно экономичнее. Но тут уже дело вкуса. Месяц тому назад на презентации компактного кроссовера Jolion директор российского представительства Хавейла Жером Сего пообещал нам скорый выход пикапа Great World Poir. Дословно до конца весны. Но задержку в 11 дней мы считаем несущественной. Итак, Poir, что значит искаженное слово Power? Это здоровенный равный пикап, который в Россию поставляют напрямую из Китая. Поэтому единственный вариант – длиннобазный, с пятиместной кабиной. Двухлитровый дизельный двигатель для нашего рынка чуть дефорсировали, чтобы уложиться в полторы сотни лошадиных сил. Но 400 ньютон-метров крутящего момента остались. Турбомотору помогает восьмиступенчатый автомат ZF, а полный привод только жестко подключаемый. Комплектаций будет две. И в базовую включена диодная оптика и 18-дюймовые литые диски. Две подушки безопасности, кондиционер и круиз-контроль. Камера заднего вида, подогрев передних сидений и бесключевой доступ. В топ-версии премиум добавлены центральная и задняя блокировки, камеры кругового обзора и климат-контроль. Продавать Great Wall, разумеется, будут дилеры марки Havail. В следующем блоке мы посетим несколько отечественных автозаводов. Премьер-министр России Михаил Мишустин совершил рабочую поездку по Татарстану. Одним из пунктов программы оказалось посещение завода КАМАЗ. Точнее, даже нескольких заводов. Двигателей, кабин, автомобильного и научно-технического центра компании. Из протокольной съемки мы знаем, что главе правительства дали затянуть гайковертом поддон Картера на новом КАМАЗовском дизеле. А вот другая пресс-служба, президента Татарстана, опубликовала более интересные кадры. Благодаря этим снимкам мы впервые увидели среднетоннажник КОМПАС, который собирается бросить вызов газовским Валдаю и ГАЗОНу. Он построен на оригинальной раме, но кабину будет поставлять китайский Джак. Кроме того, в набережных Челнах вовсю готовят наш ответ Белазу. Это будет шарнирно-сочлененный карьерный самосвал Геркулес. Обе новинки, скорее всего, будут представлены на осенней выставке Комтранс. И продолжая тему российского автопрома. Глава, контролирующий ульяновский автозавод группы Солерс, Вадим Швецов объявил, что УАЗ не бросает проект глубокой модернизации Патриота. К нему, напомним, прикрепилось прозвище «Русский Прада». Пандемия нас остановила, потому что контакты были невозможны на уровне инженеров. Надеюсь, что сейчас контакты возобновятся и, по сути, мы будем делать рестарт проекта. С учетом того, что заделы очень большие, я думаю, что мы сможем перезапуститься в течение двух лет. Добавим, что Патриот нового поколения должен был получить новую раму, независимую переднюю подвеску и перекроенный кузов. Изначально старт производства планировался на 2020 год, но затем проект заморозили. А закончим этот выпуск рассказом об успехах россиян на бакинском этапе Формулы 2. Роберт Шварсон во время первой гонки проявил себя дважды. Сперва на старте, а затем на рестарте. И в итоге пилоту программы СМП Рейсинг удалось удержать лидирующую позицию до самого финиша. Воскресную гонку россиянин завершил на третьем месте. Спасибо, надо сказать, соперникам. На первом круге Даниэль Тиктум, Тео Пуршер и Маркус Армстронг затеяли такую заварушку, что новозеландец и француз сошли, а британец потерял немало времени. В общем зачете Роберт Разом отыграл два места, благодаря чему попал на третью строчку турнирной таблицы. От австралийца Оскара Пиастри Шварцман теперь отстает на 7 баллов, а от сохранившего лидерство Гуанью Джоу на 12.